ВОРОВ ЗАКОНЕ Александр Викторович Кушнеров появился на свет в Гомеле 29 июля 1966 года. Заниматься преступностью он начал с малолетства. Сначала это были мелкие разбои и хулиганства, затем он стал одним из участников группировки, основанной Сергеем Морозовым. Он вместе с другими преступниками активно занимался рэкетом, воздействуя на местные торговые точки. Как только Кушнеров получил свой первый капитал незаконным способом, он тут же вложил его в дело, открыв собственный легальный бизнес. Но криминальная деятельность на этом не была закончена. Он вместе с другими участниками группировки стал вымогать деньги у предпринимателей. За несколько лет своего существования белорусская банда смогла достичь больших успехов и уже практически приблизилась к верхушке криминального айсберга. Но вскоре все ее участники, а их было 50 человек, были арестованы. Кушнеров был признан виновным в совершении двух убийств и других преступлений различной степени тяжести. В Белоруссии по его делу состоялся суд, по решению которого для преступника был вынесен окончательный вердикт. Приговорить его к высшей мере наказания – смертной казни. Александр Кушнер уже успел смириться с этой мерой, как внезапно Верховный суд в январе 1996 года нашел смягчающие обстоятельства и заменил расстрел на 15 лет пребывания в исправительной колонии. В тюрьме он должен был пробыть до декабря 2009 года, но освободился немного раньше – в декабре 2008 года. По амнистии в местах заключения преступник познакомился с воровским миром и воровскими понятиями, которые пришлись ему по душе. Среди сокамерников он получил прозвище Кушнер Гомельский. Теперь он задался целью стать вором в законе и постепенно стал подниматься по лестнице криминальной иерархии. Сначала он стал смотрящим по камере, затем поддерживал порядок во всей тюрьме. Вскоре ему удалось наладить отношения с такими личностями, как Кристофор и Жураковский. Влиятельные воры в законе сообщили о перспективном парне – деду Хасану. После окончания первой судимости в мае 2011 года он был короновым. В 2011 году, недолго после коронации, Кушнеров был задержан в Подмосковье. Ему грозил срок заключения под стражу до 5 лет. Но и в этот раз фортуна оказалась к нему благосклонна, и срок ареста составил всего 5 месяцев. Сразу же после освобождения его депортировали на родину. Очередные проблемы с законом у Кушнера возникли в 2013 году за совершение разбойных действий. В этот раз ему присудили 2 года. В настоящее время он пребывает на свободе и является смотрящим по Белоруссии. Последнее задержание его произошло в 2017 году, когда вор в законе попытался въехать в Россию, в которую для него дорога была закрыта. Вскоре он был вновь депортирован на родину. Продолжение следует...